Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогой настоятель Святого Храма, сеглотец Вадим, дорогие отцы, братья и сестры, сегодня мы собрались в Нижнем Храме, строящегося храма в честь Рождества Христова, и потому что этот храм также празднует праздник Святого Праведного Лазаря Четверодневного Святителя Епископа Китийского. И сегодня престольный праздник в этом храме. Мы, дорогие братья и сестры, знаем из Евангелия о том, что Лазарь жил в Бифании. Это было недалеко возле Иерусалима. Он жил недалеко от Иерусалима, были у него две сестры Марфа и Мария, о которых тот же говорится в Евангелии. Мы всегда это Евангелие читаем на Блородичные праздники, когда Марфа суетилась, а Мария села у ног Спасителя и слушала Его Слово. Господь наш Иисус Христос очень часто, как и все верующие люди, посещал Иерусалим, потому что в Иерусалиме находился храм, храм, в котором приносилась жертва Богу. И на большие праздники, на Пасху, на Пятидесятницу Ветхозаветнюю, множество людей стекалось в храм Иерусалимский и приносили жертву Богу. Конечно, в храм входил и Господь наш Иисус Христос, который пришел не нарушить закон, но весь закон исполнил. И Ветхий Завет, он только подготавливал людей к принятию Христа Спасителя, потому что все было направлено на то, чтобы искупить род человеческий. Отец Небесный не пощадил даже Сына Своего Единородного. Вторая ипостась Святой Троицы приходит этот мир, чтобы нас искупить от грехов, чтобы избавить нас от смерти, от греха и от тления. И Господь, идя всегда на праздник, Иерусалим останавливался в доме праведного Лазаря. Праведный Лазарь имел такие прекрасные человеческие качества, что Господь его полюбил как друга. И он настолько был, вот имел такое хорошее, доброе сердце, отзывчивость, простоту, веру в Бога, что Господь называет его Евангелем своим другом. И когда так случилось, что было попущено, чтобы Лазарь заболел и умер, и уже перед Пасхой, за 6 дней до Пасхи, Господь приходит к праведному Лазарю, плачет Марфа, плачет Мария, и все те знакомые плачут, которые знали Лазаря. И находятся там же и люди, которые с интересом, с лукавством смотрят, что же, как же поступит Господь. И вот 4 дня уже, как душа покинула тело Лазаря, он обвитый пеленами, лежит в гробе уже 4 дня. И вот Господь приходит, и сам, видя, что друг его умер, по человечеству возмутился духом, то есть он сам хотел заплакать, потому что умер его друг, как бы поступил и любой человек, когда он теряет своих друзей и близких. И Господь приходит к этому гробу, а иудеи хоронили в пещерах, и помолился Богу Отцу, и был услышан, и тут же говорит, Лазарь, гряди вон. И душа вернулась к телу Лазаря, и он выходит повитый пеленами, четверодневный, Господь его воскрешает из мертвых. Это чудо потрясло всех людей, и весь Иерусалим. Множество людей уверовали в Спасителя, Господа нашего, что Он есть истинный Сын Божий. И даже замысляли убить Лазаря. И вскоре после того, когда Господь пострадал нашего ради спасения, когда Он воскрес из мертвых, вознесся на небеса, Лазарю пришлось уехать из Иерусалима, потому что Он всем напоминал о чуде воскресения своего. И Он чудесным образом отправился на остров Кипр. И когда апостол Павел и Варнава путешествовали в своем миссионерском путешествии, они возвели, ну, естественно, Он принял крещение, принял Духа Святого, и Он был возведен, Он был поставлен ебископом этому острову Кипру. Он был святителем в течение 30 лет служил святитель Лазарь на этом острове, на котором до сих пор находится наша святая православная церковь. И даже святейший патриарх Кирилл приносил частичка мощей была перенесена в зачативый монастырь из этого острова, то есть а наш святейший патриарх передал частички наших святителей русских на остров Кипр. Таким образом наша церковь тесно сотрудничает и молится за кипрскую церковь, а они молятся за нашу церковь. И вот сегодня, братья и сестры, мы собрались в этом прекрасном храме в Нижнем, чтобы возвеличить память этого великого угодника Божия, чтобы прославить его труды, и сегодня нас церковь призывает с вами, чтобы мы задумались над ним таким важным вопросом. Господь называл Лазаря другом. И вспомним, что в Евангелии также сказано, что Господь и нас с вами называет своими друзьями. Он говорит, вы уже не рабы, но друзья мои. И таким образом мы с вами являемся друзьями Господа нашего Иисуса Христа. Благодаря Его пришествию, благодаря тому, что мы с вами приняли святое крещение, миропомазание, и этим самым Господь нас всех сделал своими друзьями. Он нам говорил, что нету большей любви, чем душу свою положить за другов своим. То есть Он, как за нас с вами, как за друзей своих, положил свою жизнь человеческую ради нашего спасения. Мы с вами тоже каждый из нас имеем друзей. Это люди, которые всегда делят с нами радости. Если у нас есть скорби, они скорбь нашу разделяют, и нам от этого становится легче. Это люди, которые всегда рядом с нами. Мы каждый день с ними общаемся, мы каждый день с ними советуемся. Нам, мы рады их всегда видеть их лицо, и всегда для нас приятно, когда мы видим своих друзей. И сегодня память этого великого угодника Божьего, друга Христова, церковь нас призывает, и как нас учит митрополит Антоний Сурожский, чтобы мы и деточек своих так учили, что Господь не только грозный владыка, Он есть твой друг. Каждого ребеночка необходимо так учить. Господь твой друг, не подводи своего друга, не делай то, от чего он будет печалиться. Ведь тебя в школе есть, друзья? Есть. И вот как им неприятно, если ты поступаешь таким образом, что их печалишь своим поведением. И вот и нас сегодня Господь призывает, чтобы мы и детей учили этого, что Господь для нас все сделал. Он к нам относится со всей любовью. Когда у нас радость, Господь с нами эту радость готов разделить. Но мы, братья и сестры, должны беседовать с Богом, беседовать, молиться Ему, все делать для того, если у нас печаль какая-то, опять же обращаться к Нему. Вот к этому нас в этот праздник сегодня призывает Господь. Мы поздравляем вас, дорогой Отец Настоятель, Отец Вадим, престольным праздником. Желаем вам крепости, телесной и милости Божьей и вашей семье, Матушке Елене и чадам вашим. Потому что вот уже такой нижний прекрасный храм, и у вас сейчас есть задумка строить дальше. Но нелегко вам, дорогой Отец Вадим, потому что многие люди сегодня осуетились в этом поселке и имея возможность помочь, они забывают про самое главное. Как ты можешь, православный христианин, жить в своем доме, если не построил ты дом Божий? храм, как ты можешь, православный христианин, иметь дома хороший стол, если ты еще престол храм не поставил, если нету в храме ничего? Разве можно, вот передайте это всем тем, которые имеют возможность, разве можно дома ликовать, веселиться, жить спокойно, если идет строительство храма? храм строится на века, посмотрите, какие стены, и пусть Господь, Отец Вадим, обратит всех тех людей, поможет молитвами праведного Лазаря, друга Христова, и молитвами вас, дорогой Батюшка, и всех прихожан, чтобы храм вскоре засиял в той красоте, в которой вы его видите, как он изображен на входе в храм. Пусть Господь даст вам крепости, Отец Вадим, вы много трудитесь и воскресная школа у вас, и построили вы трапезную, построили крестилку, все вы трудитесь, Батюшка, и пусть Господь за ваши труды, вам и вашей здоровье, спасение, прихожане вас очень дадут, многое дадут. Честные отцы, громогласные наши капитикана, подкапучный хор, дорогие братья и сестры, это Пасха, маленькая Пасха, но это действительно праздник, праздник, радостный для нас, очень духовный, мы к нему готовимся к соборам нашего прихода, и, конечно, такой вот собственно праздник, любой праздник, он объединяет прихожан, и, когда служит духовенство, соборно, молитвенно, то в этом мы чувствуем, конечно, поддержку, отраду сердечную, радость, неземную, и сил, божественные силы, потому что сильно каждая такая служба, это залог, я бы сказал, такой Божьей благодати, которую вся восходивающая восполняет, вот, и призабильно, конечно, дарует нам силой в дальнейшем трудиться на благо нашей матери церкви, нашего Отечества. Я очень тронут вашими словами поздравлениями, дорогой сестеран, и, конечно, этот храм, как храм Нижнего Рождества Крестова является уже, я бы сказал бы, да, тепом, в котором рождается действительно на солнце правды, умное солнце правды, и именно святой Тепа действительно Господь, скажем так, положил начало своего служения вместе с Божьей Матерью, с Иосифом, и в этом есть крайний смысл, потому что мы, собственно, да, молодой приход, но все же, конечно, мы уже совершеннолетние, но на свет может здесь на этом приходилось на свет, срок не малый, тоже, как бы, но мы сегодня ощущаем вашу поддержку молитвенностную, вашу анастеревую заботу, и, конечно, мы знаем, что сила Божия совершается в немыще, ну, а Лазарь, который является, конечно, для нас небесным покровителем, он является также и нашим другом, значит, и блаженным, потому что, действительно, Господь его назвал своим другом, а если так, то он блаженный, ангрикинский, то есть, он счастливый, имеющийся у нас, такого друга, потому что Господь вкладывает эти отношения, действительно, самое лучшее, наверное, все-таки, качество души, любовь, заботу, милосердие, собственно, и Владимир был гостеприимным человеком, да, очень великодушным, всегда был рад Господу, так же, как и Марта и Мария, они служили, знаете, вот в лице этих святых вынников Божьих, я также, конечно, чувствую поддержку и наших прихожан, наших Марв и Марии, которые сейчас трудятся, которые готовятся, чтобы этот праздник был, для нас, не только духовным, но и телесным, и плотским, потому что, в этом Господь не отрицает заслуги и Марвы, и Марии, потому что, действительно, эти дети, деятельная часть, свидетельная часть, это все, конечно, присуще всем нам, и, конечно, я надеюсь, и молимся, и надеемся, что, конечно, мы постараемся, молитвами этого лазаря, коснуться сердец тех людей, которые, действительно, хоть и далеки от храма, но все же, конечно, иногда, и рано или поздно, они, действительно, просыпаются духовно, и отзываются на этот призыв, есть небольшая поддержка, есть внимание, некая забота о нашем храме, но чаще таких бы служб проводить, конечно, я думаю, что мы добьемся очень многого, и поэтому, конечно, спасибо всем вам, дорогие братья и сестры, также, что за участие в нашей службе, хотя это понедельник, но все же, конечно, я думаю, что в этот день, ангельский день, конечно, Господь призвал нас послужить службу Лазарю, и, конечно, получить, естественно, Божие благословения на наши дальнейшие труды и подвиги, поэтому спасибо Господь, еще раз очень, да, но многое благо лето всем вам, спасибо всем. Многое лето, многое лето, многое лето... Субтитры создавал DimaTorzok